ну что выходные закончились и началась новая жизнь о новая жизнь не новая вернее а старая началась работа это прописки это получение прописок делаем ключи я кстати вам как видите здание у меня за спиной как-то показывала его видео по работе когда меня спрашивают какие апартаменты лучше всего сдаются и какие имеют большую рентабельность в это здание за моей спиной где-то она уже была видим вот самые рентабельные самые дешевые самые самые востребованные вот такая жизнь девчонки мои хорошие включайтесь в работу разную я имею ввиду всех кто отдыхал с нами в австрии люблю вас вот это город подарил этому принцу евгению за то что он выгнал и от сюда фантастический откуда были выгнаны турки а ген и здесь специально устроили особых людей стран конечно бомбически милькой и дом и карты если говорить о том что в день и нет балконов посмотрите здесь встроенные балконы если говорить о балконах я скажу что сейчас они пристраивают балконы к домам старые доски теперь ставят в иены и в вене и в германии тоже то есть они посвящены то есть если евреи жили в этом например доме они были убиты и они были убиты на три даже имена были убиты и русская православная церковь виния николаю чудотворцы очень хороший такой храм очень теплый завтра на литургии гость утра и солнце смотрите какое солнце вышло хотя было до этого паспорт и даже по теме здесь вам в кафе и сидеть как в телевизоре а потом их учебить их все еночка не моя целевая аудитория что я с ними делать буду как я буду монетизировать фрики за фриков да думаешь класса так сейчас все фриков хотят но велика не хотят и в то время когда оно было все хотели кем то быть обязательным и поэтому не только в Германии но вы увидите на автомобиле вы увидите странные вещи как у венера в доме например они не знали что писать или мужа в доме она будет владельца они хотели быть человеком То есть они всегда хотели кем-то быть и неважно, или она жена вот того сапожника с той-то улицы вот идет. Какой-то враг? На детку. Смотрите, сейчас мы выходим на Аллею Моттен. Страшной нищете, то есть все деньги он потратил на наркотики, условия и так далее. И хотя он был самый известный композер в то время, они поставили его анонимно здесь. И только позже они сделали этот маленький мемориал. Могилы, значит, похоронили, но уже позднее время или похоронили. В позднее время уже просто поставили мемориал, конечно, никто не знает где он. Где он, да? Морфи? 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 Плюс он был, конечно, наркоман. Он употреблял Морфи. Да. Я сейчас поменяю, слушаю, еще раз пришел к тебе. У меня тоже Афи. Так, ну-ка, и чего значит? Мартин, ты немножко русский. Иначе он все состояние. Ну, тратил деньги. Совершенно был такой несполнежный. А ну, бешеный дождь. Слышите, как это? Как он перебирает. Беребы? Ого! Спешите, да? Вот, что это одна память. Вот, если сравнивать с Могилой Мосферка, то это, конечно, удивительно, почему Могилы Мосферка так странная и так не очень. А это мы сейчас находимся в венском ресторане типичном, где подаёт шлифы, подошли. Дождь, конечно, очень сильный. Пошли на госпиталь. Дождь сильный, а мы добрались до ресторана. Очень известный, интересный ресторан в Вене, в центре. Вот он такой, нам суп принесли. Вот там типа переменяли. Люля, вкусный супчик? Ира, вкусный? Обалденный. Вот у них с такими петельями, а здесь блин. И у Наташи блин. А я у тебя сейчас блин с лицовым. Великолепно. У Ленки это рыбка. Это наш, ты посмотри, какая приема. Смотри, они какие молодцы, да? Картофан нам принесут. Еще картофан нам принесут. Ой, еще картофан. Еще картофан. На дальние мы уже посмотрели, теперь на ближайшее. Так что следите за нашими репортажами, небось что-то интересное. Это совсем другая Вена, то есть совершенно по-другому выглядит. Архитектура, смотрите. Тихие. Домики пошли какие-то. Ну, я не знаю, связано ли это с наличием визитом психиатрической, конечно, больницы. Вряд ли, но тем не менее, она, как любой город, большой. У меня тоже семья очень плохая. Дождик на нашу консерву. Так, чтобы мы не зажарились, не сплотились. Я не знаю, даренька. Я не знаю. Потому что, я думаю, может быть, 17, но нет. Вы знаете, куда мы приехали? Это Венский лес. Представляете, такая красота и такие огромные деревья. Только что вот из города. И вот такой вот Венский лес. Примерно 15 минут мы видим. Сейчас вот прям нас Мартин провезет прям по лесу, по всему. По-возможно. Спасибо за субстан 그러щий песен. Я waiHeHeHeHeHeHeF synergy. К сотрудничества. К мужик междуぞyzем. Кchine не помню, ангетируем, начнёмте сели относятся. sei ха 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 Территорию? Да, как санаторию. Вы знаешь, как раньше даром. Санаториум,訂 låем же. То есть это больше, слышали, да, что это больше санаторий, наверное, с уклоном. С уклоном на 50 риэлтор. Ну, потихонечку веселяют, чтобы делать шикарную эту квартиру и продавать эту квартиру, но кто захочет жить тем же. А это комментирует риэлтор. Но это тоже есть смешной стороной, потому что, во время нацистов, вы знаете, к примеру эутаназии, когда они убили людей, гей, handicapped, куку. Здесь тоже убивали всех, сексуальные меньшинства, да, то есть кто не подходил к куку. Они тоже убили их здесь. То есть оно все вот такое вот с закруглением, и это его одно из льгот очень знаковое, да? Работа. Очень красиво, да? Фантастик. Это фантастик. Окей. Все, все, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Ну что, закончилась историческая программа. Сейчас включаемся. Где Вишник? Давайте, 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 дамочки, побежали. Короче, вот ресторан. Вещник! Народом включится. Черт-сепень. Черт-сепень. Она уже��ет! Кричусок в Дену! А, на русском скроме! Ничек, берем! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я думаю, я сейчас подтвердирую. Отказываю маркинент, там дам девочке про тебя думают. А дальше вечер обещал быть домным, но таковым не оказался. Понятное дело, девичник само собой отгуляли как по-гожему, с полным безумием, весельем, вернулись домой достаточно поздно, но довольны, счастливы, еще раз скажу что билишник удался, все большие-большие молодцы. И так начинается утро в Вене, венские блинчики с кабачком. Ириш, как тебе спалось? Очень хорошо. Прекрасная мокрая погода. Хорошо. Юля готовит апельсины. Ира готовит блины. Вас гостей нет? Вам гости не надоели, хозяйка? Нет, нам не надоели. Гости не надоели. Ты куда пошел, Мартин? Где? Я пошел. Я пошел. Да. Потому что русские едят так много, что все апельсины влажные. Все деньги – гон. Мама, он сейчас меня съест. Он что-то на меня зонку не идет. Смотрите. Ой. Вкусно тебе? Там еще в коробке. Вкусно тебе? Вкусно тебе? Я думала, ты снимаешь что-то. Вкусно. Мы сидим как мумии. Замерли, замерли. Позируем. Нет, вы уж ешьте. Мама ест. Мария, что там ест? Она у нас сегодня на блинах. Да. Поэтому не поесть. Последний блин Кома. Аааа. Блин уже первый. Мы не бежали, мы не смогли пройти мимо вот такой вот красоты. Мы просто не смогли. И послезавтрака даже остановились выпить кофе. И съесть по одному маленькому такому пироженому. Ну, мы решили выйти на улицу. Видавчонки мои. И вот так вот закончить. Поставим такую маленькую точку. Ну, как вам вены, девчонки? Подожди, сейчас поставим и мы будем... Подарочки. Вау. Московская моль. Лось. Давай лось. Давай лось. Давай лось. Давай лось. Она и бежит, как лось. Я знаю, что коктейль такой не будет. А куда так идут? Правильно. Все связано с алкоголем. Я не знаю, зачем она так спаковывает. Но это тут у меня как придет. Это у меня никакого коктейля. Покажи еще раз. Вот так, открой. Это всегда здорово. Открывай. Не забывай. Ой, какая коробочка красивая. Вуаля девочка. У нас такие есть духи. Где-то я видела их. Да есть, конечно, наверное. Вонит абсолютно. Вот так быстро и незаметно пролетели наши три дня в Вене. Все были классные. Спасибо большое, Юля. Мартин. До встречи. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. До встречи.